Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Сейчас я рассказал историю, которую сейчас вам расскажу. Много раз я рассказал историю в аудиториях разных. А на видеоблоге у меня ее нет. И я ее вспомнил и думаю, что я вам ее расскажу. Поучительная для некоторых людей история. Дядя, один богатый дядька в Америке, миллиардер, страшно богатый и уже пожилой. Такой свободный, раскрепощенный, мягко говоря, склонный к эпатажу, склонный к экстравагантным выходкам. Ну, бывают такие весельчаки, которым уже все пополам. И вот этот дядя, миллиардер, американский, празднует день рождения свой. И один из своих фешенебельных особняков приглашает на вечеринку своих знакомых и друзей. Десятки, может быть, даже сотни людей собрались. Такой светский раут. Дамы в бальных платьях, вечерних, знаете, такие. Мужчины в смокингах, все круто, шампанское, музыканты, перемещение в зале, все солидно, все крутые. И вдруг этот хозяин торжества хлопает в ладоши и говорит, господа, приглашаю вас всех в бассейн, во двор. Приглашаю вас во двор, у меня есть для вас сюрприз. Подходит, выходят все во двор, столпились у бассейна, и вдруг включается свет в бассейне, в огромном бассейне, в длинном таком. И все видят, что в бассейне плавают страшные акулы, огромные, вот с такими зубами. Туда, сюда, медленно, знаете, как-то акулы. Кто видел, понимает, медленно такая машина для убийства проплывает туда, сюда, все как завороженные смотрят в этот светящийся бассейн, где плавают эти чудовища. И вдруг этот хозяин говорит, ребята, дело вот тут, у меня к вам есть деловое предложение. Тот человек, который сейчас переплывет этот бассейн, ну хотя бы поперек, даже не в длину, а вот просто поперек, совсем мало, и выберется из этого бассейна, тот получит от меня огромное количество денег, половина моего бизнеса. И наличными в мешках тут же прямо получит такую сумму, от которой мурашки по телу будут бегать еще три года после этого. Давайте, кто из вас желает получить этот невероятный приз? Все затихли, какой приз, какие мурашки, какие мешки с деньгами, когда там такие вампиры зубастые плавают. Все затихли, спрятались, стоят, глазки потопили, никто даже и никто не дергается. И вдруг какой-то сумасшедший бух в воду, брызги в разные стороны, и он в смокинге плывет поперек этого бассейна, аж вот по пояс, вот так вот, аж глаза из орбит лезут, машет руками, бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух, и только акула, он враз и выпрыгнул. Весь такой мокрый, бабочка сбилась, все с него течет, он весь такой, все хлопают ему, кричат, такой восторг, потому что страшно было это кровавое зрелище, никто не хотел видеть. И вдруг вот такое вот, все начинают ему уже завидовать, все уже понимают, что сейчас что-то произойдет, и вот он подходит к этому хозяину, к этому сумасшедшему миллиардеру, дышит, не может отдышаться, все с него течет, тот говорит, ну ты молодец, давайте, господа, похлопаем ему. Ему все хлопают, а он стоит, дышит, говорит, ну ты даешь, ну, друг, хочешь ли ты узнать, сколько ты получишь от меня бизнеса сейчас, прямо сейчас, вот прямо сейчас. Хочешь узнать? Говорит, нет, не хочу, сам еле дыхание переводил. Ну хорошо, а хочешь узнать, сколько, а тут уже выходят такие мальчики в смокингах, в белых рубашках, несут мешки такие, на них доллар такой зеленый, мешки, запломбированные, вот, а хочешь узнать, сколько в этих десяти мешках наличных денег, хочешь узнать? Нет, не хочу. Как не хочешь? Ты не хочешь узнать ни то, ни другое, что ж ты хочешь? Я хочу узнать, какая сволочь толкнула меня в бассейн, говорит этот мокрый счастливчик. Мораль всей басни такова. Деньги ему были вручены, несмотря на то, что он не добровольно нырнул в бассейн. Факт остается фактом, нырнул. Кто его толкнул, неизвестно. Так и осталось загадкой, тайной. Факт в том, что он переплыл и получил приз от этого богатого старика. Вывод. Вот к чему сводится. Как оказалось потом, акулы были не настоящие. Это были модели, такие искусно исполненные. С этим человеком ничего не могло произойти. В реальной жизни большинство людей проживают свою жизнь под руководством, под водительством страхов разнообразных. Большая часть страхов надумано, придумано, создана искусственно вот здесь, в наших головах. Если бы нашелся человек, который знает всю эту песню, который понимает, откуда берутся страхи, и который был бы заинтересован в нашем успехе, который бы взял и толкнул бы нас в бассейн, чтобы нам пришлось плыть, и от выдуманного страха торопиться к своему собственному успеху, кто-нибудь бы нашелся, в данном случае нашелся человек, который толкнул его, и он получил свой приз. Я бы хотел, чтобы хотя бы один человек, или два, лучше три, лучше десять, лучше сто, лучше тысячи, оказались в положении этого человека. А кто его толкнул туда, где есть успех, и где зря кто-то чего-то боится, там нет ничего страшного, там ничего опасного нет для нас. Нужно просто смело прыгать в этот мир, который называется мир бизнеса сетевого. Нужно браться за дело и плыть своему успеху. А тот, кто толкнул вас, скажем ему потом спасибо. Меня в свое время кое-кто толкнул. Я желаю вам удачи. До свидания.